Вы знаете, все-таки это уже немного другой визит. Когда были предыдущие визиты, мы говорили о текущем сотрудничестве и о его развитии в рамках текущих проектов. Сегодня визит другой. Мы говорили о новых возможностях, которые появились у России, у Белоруссии, у Ленинградской области по совместному сотрудничеству. Мы уже наращиваем наш товарооборот. В прошлом году у нас был рекорд, больше 700 миллионов, а в этом году мы рассчитываем как минимум на 30% увеличение. В том числе мы говорим о новых проектах. Это и совместное предприятие «Амкадор» в городе Гачино Ленинградской области. Это и совместные проекты в области селекции семеноводства. То, что как раз сегодня очень нужно как белорусской стороне, так и российской. Например, Ленинградская область может поделиться секретами селекции в животноводстве. Мы одни из лучших по этому показателю в России. А мы очень рассчитываем на селекцию и семеноводство именно семенных трав, именно зерна, рапса. То, что сегодня тоже необходимо Ленинградской области, да не только Ленинградской области всей стране, всей России. А самое главное, наши совместные проекты связаны с логистикой. Вы знаете, что сегодня белорусская сторона активно рассматривает возможность размещения портовых мощностей в порту «Услуга» и порту «Бронко». Это Ленинградская область, Санкт-Петербург. И, конечно, мы сегодня говорили и о привлечении белорусских специалистов по вопросам, связанным и с жилищным строительством. А мы сегодня регион номер один по типам строительства жилья на одного жителя и по промышленному строительству. Кстати, говорили о первом положительном опыте. У нас белорусская компания строит школу на 825 мест. И, конечно, мы говорили о том, что у нас растет потребность в целом ряде направлений оборудования, инвентаря, техники, технологии. Вот я привел два примера. Это то, что мы стали закупать и уже заключили контракт на 130 водоочистных станций, 31 из которых мы уже смонтировали в Ленинградской области. Мы планируем в большом объеме закупать лифтовое оборудование, Могилевского лифтового завода, потому что мы много строим. И лифты нам нужны не только пассажирские, но и грузовые. Кстати, мы говорили и о патриотическом воспитании. Жан Григорьевич в мае подписал указ о создании военно-патриотических клубов. А в Ленинградской области очень развито поисковое движение, проходят вахты памяти. И мы договорились, что патриотические клубы и Ленинградской области, и Беларуси будут обязательно проводить совместные акции, совместные мероприятия, в том числе совместную вахту памяти. Вы знаете, сегодня другой разговор. И самое главное, вот в этом разговоре нет никакого пессимизма. Во-первых, президент всегда заряжен, вы знаете, что у него огромная энергетика, положительная энергетика. И я всегда удивляюсь, вот не первая встреча, он и нас всех вокруг по-хорошему заряжает этой положительной энергетикой. А самое главное, абсолютно такой оптимистичный взгляд в будущее. Да, конечно, санкции, да, всем непросто, но мне кажется, это такой в то же время хороший нам шанс сплотиться и открыть новые возможности. В том числе, кстати, мы говорили и о туризме, в том числе мы говорили и о развитии новых технологий, в том числе, например, говорили о том, что надо совместно делать и научные разработки, те же кассетные подшипники. Да, к сожалению, упустили время, надо было делать раньше, но сегодня чуть-чуть Беларусь впереди, поэтому, наверное, мы должны не каждый изобретать у себя велосипед, а сосредоточиться в одном месте, на одной базе. Также что-то, может быть, делать совместно на нашей стороне, на наших предприятиях. И мне кажется, вот эти возможности мы должны и обязаны использовать максимально. Знаете, я чуть-чуть приоткрою занавес, потому что я не готов и не имею пока права говорить подробности, но мы рассмотрели комбинированный вариант. Первое, это представление, и уже белорусские специалисты посмотрели земельные участки, на которых можно строить собственные портовые сооружения. И, кстати, назывались очень сжатые стройки строительства. А параллельно использовать существующие терминалы, и мы назвали несколько терминалов, которые готовы сегодня заключить уже соглашение, договора, вплоть до передачи, может быть, даже часть территории, часть портовых мощностей в управление белорусской стороне, для того, чтобы уже сегодня пошли отгрузки. Это очень важно, быстро начать отгрузки, потому что это стратегическое развитие не только Белоруссии, это стратегическое развитие и России, и Белоруссии. Мы это все понимаем.